Древние способы добычи соли. Раньше люди добывали соль из золы, образовавшейся после сжигания некоторых видов растений. К золе добавлялась морская вода, затем смесь высушивалась и становилась продуктом, пригодным для подсаливания еды. Со временем на смену этому варианту пришел садочный метод или бассейновый, основанный на создании искусственных водоемов на берегу моря, куда заливалась вода. Через некоторое время взвеси в виде песка, глины и других загрязнений осаживалась на дно. Воду переливали во второй водоем, а после испарения части воды в нее доливалась новая порция воды. И люди ждали ее полного испарения. В результате этих действий на дне образовывалась соль – современные способы добычи. Процесс происходит без помощи человека. В природе она присутствует в осадочных породах. Геологи называют ее каменная соль. Но если на этот монолит воздействовать высокими температурами и давлением, то он размягчится и становится таким по консистенции, что его можно выбирать из породц или комбайнами. Если солевые пласты залегают неглубоко, то разработка выдается карьерным способом. Другой способ добычи применяется при залегании солевых пластов на глубине от поверхности. Его принцип состоит в бурении скважины. Полученный солевой раствор выкачивается на поверхность. Затем соль вываривают из рассола. Называется данный метод вакуумным. С его помощью получают соль мелкого помола типа «Экстра». При наличии в недрах огромных соляных куполов строится шахта. В нее запускаются комбайны для выемки породы. И соль добывается по такому же принципу, как уголь. Существуют естественно образовавшиеся соляные пещеры и озера. В нашей стране такими солевыми регионами являются Астраханская и Оренбургская области, город Илецк, озеро Баскунчак. А место рождения – калийной соли. Кроме натрия, хлоридной соли ведется добыча калийной. Это уникальное удобрение. Основные запасы этого полезного ископаемого залегают в Пермском крае. Есть большое количество калиеносных месторождений на западно-сибирской платформе. Здесь, по оценкам специалистов, находится до 60% российских запасов калийной соли. Многие западно-сибирские залежи еще не начали разрабатываться. Они пока считаются только разведенными и являются достоянием будущих потомков россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова